Если мы талантливый и удовлетворительный человек, мы вами гордимся и любим. Желаем вам здоровья, счастья, больших творческих успехов. Спасибо. Спасибо. Когда ты приходишь, каждый раз у тебя какие-то новые идеи, ты горишь все время, да? И чтобы все твои планы, мечты воплотились в жизнь. Успехов тебе. Это второй выпуск в моей школе, в детской школе искусств, моего класса. У меня был первый выпуск в 15-м году. А вообще-то я уже 30 лет в педагогической деятельности. И самые первые выпускники у меня были в родной Етбургской средней школе в Челябинской области. Далее я запускала ракеты в Узбекистане. Ракеты, это значит, как сказано, картонные ракеты поднимались вверх, спускались на парашютах. И потом воля и судьбы оказалась в баблах. Детская школа искусств. Это моя любовь, моя работа, любимая работа с детьми. И я хотела бы девочек отпустить, потому что они... Ну, слушай. Да. Спасибо. Для них я подготовила небольшой такой сюрпризик. Это портреты. Когда сейчас они у меня выпускники, поэтому, выполняя с натуры работы, они сидят, я не должна им подсказывать, что они должны сделать. Показать, что они работают. Я их выстрелила 10-15 минут, и портрет готов. Это Зарина. И Гузеля. Еще есть один портрет Сабины. У Сабина выйдет, иди сюда. Покажи свой портрет. Она с детства у меня заметила тот мир, в котором тебе интересно, и что-то хочется сделать. Это, конечно, нам вороково стоит. Вот такая перезагрузка. Я хотела поблагодарить, который у меня здесь тоже присутствует, моим самым замечательным людям. Это моим соратникам, педагогам, с которыми мы всегда вместе оформляем сцены. Не я одна оформляю. Всегда вместе встречаем художников, мы всегда вместе делаем какие-то интересные, креативные дела, вещи, выставки. Мы рады разделить сегодня вашу радость. И вот чем делишься, то приумножается. То есть вот такие радостные моменты, множество новых успехов радует вас и радует нас. Смотришь эти картины и думаешь, вышла на прогулку. Все это ведь я видела. Это же настолько прекрасно, вдохновляюще. Очень даже приятно. Одним словом, мы разделяем вашу радость и очень надеемся, что такие удивительные моменты у нас будут впереди быть множество-множество раз. Много проектов вам. Все вам подарили цветы. Цветами я дарю всегда таланты, уважение и любовь. Но ей работать, для того, чтобы у ней была спецсовка, я ей дарю спецсовку. Я отсылала ему, и он мне говорил, вот так, Зулечка, там, вот, Зулечка, здесь сделай. Но благодаря ему состоялся таланты. Что я хочу сказать об учителях? Вот в руках у меня такая книга «Золотый серебро казанских татарцев». Я очень уважаю еще родителей и огонь. Ремесло же неиссякаемое, как источник. Умелец не познает невзгод, даже если лишится всех богатств своих. Верьте, дети мои, это не пустые разговоры. Постигайте же ремесла, учитесь с приличием. Вот так, первое наставление, которого я придерживаю в жизни. И то, чем я владею, или я еще буду владеть, я всегда отдаю детям. Спасибо. Я хочу поблагодарить всех вас, что вы здесь пришли, мои гости замечательные, мои посетители, мои выставки. Я еще хотела поблагодарить, знаете, почему перезагрузка? Объясню сейчас. В 16-м году, с 3-го марта 16-го года, у меня произошла перезагрузка. Действительно, победа в конкурсе в республиканском женщина-м году. В мае собрались 38 художников здесь, на пленэре, на всероссийском пленэре. Вот там уже у меня произошла действительно перезагрузка. Я работала в технике масляной живописи, я делала витражные композиции, но я никогда не брала в руки кисть и делала творить. Я никогда этого не делала. Я только когда училась, на тем, может, и с натуре мы делали какие-то композиции, которые нужно было по программе. А вот чтобы так подойти к творчеству, я никогда этого не делала. И благодаря... ...му миру. Глубокое содержание его, выжиганное через краски, игры света. Искусство вообще — это любовь к миру. И не любя, нельзя, невозможно рисовать такие талантливые картины и создавать искусство. Уважаемая Светя Басаровна, от лица школы, от всех наших коллег, преподавателей и вообще коллектива всего, мы вам выражаем искреннюю любовь. И в дальнейшем желаем вам творческого вдохновения, душевного равновесия и светлого мировоззрения. Какой-то мир акварели, который очень интересный. Я люблю этот мир, мне там нравится. Бывают мелочи или каких-то невзгодов, или какие-то расстройства, бывают в нашей повседневной жизни. А когда берешь кисть... Перезагрузка, перерождение, освобождение от всего такого плохого, злого, нужного, завистливого, мелочного. Перезагрузка. Счастья, любви, процветания, благополучия и изобилия. Всего вам самого доброго, всем. А главное — крепкого здоровья. Я показывала своей внучке, она говорит, «Ты чего, это я же, это не ты, это была маленькая девочка, изображена». В пятилетнем возрасте я любовалась. Мы жили в таком селе, там только одни уральские казаки. Башкирика там очень мало, только все русские уральские казаки. И вот я по домам ходила. Мне нравились, по домам ходила. Я ходила по бабушкам, где висели иконы, изображения лики святых. Мне это было очень как-то интересно. Я стучалась, заходила, говорю, можно мне просто посмотреть? Давали мне табуреточку. И вот я сидела и смотрела на эти красивые лики. Они были в красивых красцах, жемчужинках, таких вот, там лампадки разные висели. И вот я изобразила вот такому у меня свой, из жизни. Когда так же, в ее возрасте, наверное, в пяти-шестилетнем возрасте, был такой случай, мама поберила дом, белый такой был. Я что-то посмотрела, мне показалось, что очень пусто, сделала некрасиво. Из печки, из бани я выкрыгала угольки, взяла лестницу, начала полностью весь фасад дома разрисовывать цветами, бабочками, там, разными животными. Родители, когда пришли, сработает, они ужаснулись, вроде как, ну, что за такое. Мы не ругали, позвалили, даже сказали красиво. Папа сказал, да ладно, уголь же, он смоется дождем, не переживай, сочетает, мама сочетает, дождает. Но здесь я попыталась изобразить, как бы, связь времен, что ли. Все мы отсюда, с корнями. Вот, волей судьбы, я уже 25 лет, вы, наверное, заметили, что здесь голуби висят, где там, с бумажной пластики есть. Здесь 25 голубей, это значит 25 лет я живу уже здесь в Баблах. То есть, вот такой символ, как бы. А здесь у меня изображено, там, где я родилась, там не только занимались тем, чем занимаются все люди в обычное время, но и гончарное производство очень сильно развито было. Поэтому я тоже, видите, здесь и на окне находится, здесь вот на забое висит. И вот здесь старинные древние, можно сказать, такие вот фазы, рынки и так далее. Здесь вы, если хорошо рассмотрите, здесь и татарские монетки. Здесь, если хорошо рассмотрите, уже стоит девушка в возрасте, ну, как бы уже 16 лет. Она стоит в костюме аркаимовской девочки. То есть, когда мы аркаимы и ездим и посещаем музей. Спасибо большое. Благодарю Эльвиру Кулиславовну. Она мне постоянно занимается экскурсиями и получается, я посещаю вот такие святые, можно сказать, места. Это также на Урале, в Агаповском районе, в Листине Митогорской. И там в музее я посмотрела полностью гостюм этой девушки. И вот здесь я попыталась изобразить. И получилась такая связь с этим времен. птица такая углем нарисованная переходящая в цвет в цвет. И в этом плане у нас девушки идет. Ну, конечно, у нас с каждого жизни мамы, бабушки. И вот здесь я попыталась изобразить, как я пришла в гости бабушки. Роман «Бабушки молочай». А когда мы были школьниками, пионерами октябрятами, мы любили очень делать секретики, особенно в нашем возрасте. Мы в земле делали такие ябочки и закапывали разные стеклышки фарфоровые, а потом стекло стеклом закрывали. Я начала секретик. Но здесь секретик в чем еще? То, что я рисовала, вот мамина прялка, вот я рисовала небольшие, на фанерах почему-то на фанерке я постоянно рисовала и везде дома развешивала. И в ванне, и дома, где мне позволяют. Везде развешивала, освещенная солнцем. Вот даже ее сумка здесь лежит. На конкурсе года, на республиканском конкурсе женщина года. Вот эти две шляпки я подарила музею тоже. Они в какой-то мероприятии проводили. Да, праздник шляп. А здесь вот вы работаете, в технике бумажной пластики, здесь также выполняли девочки, которые демонстрировали сегодня костюмы. Они так этим делом заразились, что домой даже не хотят уходить. Они режут, режут, сидят, режут, режут, им это нравится. Ну и мне нравится. Если учителю нравится, то и ученикам обязательно понравится. Это была цветочная фантазия. А, вот здесь зверху ромашка, ладошка. Это модели мисс Катарстана. Общество есть. Такое что бывает. Я выгляжу Продолжение следует...